В прошлый раз у нас основные свойства заключались в теоремах о среднем. Они были сформулированы в виде теорем о среднем. И еще один важный факт из прошлой лекции – это бесконечная дифференцируемость гармонической функции. Итак, сегодняшнюю лекцию я начну с принципа максимума. Итак, принцип максимума для гармонической функции. Можно было бы сказать и принцип минимума. Я надеюсь, вы понимаете, что слово максимум заменяется на слово минимум. Сначала мы с вами докажем так называемый слабый принцип максимума. Первая теорема. Пусть омега – ограниченная область в РН. У – дважды непрерывно дифференцируемая функция в омега, непрерывная вплоть до границы. И оператор Лапласа от этой функции в каждой точке области омега не отрицательен для любого х из омега. Тогда максимум функции у от х по омега чертой совпадает с максимума у от х, когда х берется только принадлежащим границе. Это утверждение, которое мы будем называть слабым принципом максимума. Доказательства. Доказательства я проведу в два этапа. На первом этапе мы будем предполагать, что для любой точки х из нашей области оператор Лапласа от У в этой точке всегда строго больше нуля. Предположим, что в какой-то точке х0 из области омега функция у приняла свое максимальное значение. Тогда что можно сказать про производные в этой точке? Первая производная в этой точке равна нулю, а что можно сказать про вторые производные из курса математического анализа? Кто-нибудь знает, что можно сказать про вторые производные? Давайте рассмотрим матрицу из вторых производных. То есть матрицу с элементами, вот такими элементами, симметрическую матрицу из старых производных в точке максимума. Тогда известно, что квадратичная форма, построенная по этой матрице, что про нее можно сказать? Неположительно, неположительно, да? То есть для любого вектора кси и заре, любого вектора. Следовательно, в частности, вторые производные по х и х и точке х0 меньше либо равны нулю. Для любого, простите, я написала не так, и, мне интересует производная из оператора Лапласа только, одинаковый индекс. Для любого и от единицы до n. Отсюда мы выводим, что оператор Лапласа в этой точке от функции у в этой точке меньше либо равен нулю. Но это противоречие с тем, что мы с вами в пункте А предположили, что в любой точке дельта у больше. Что это означает? Это означает, что точка х0 должна быть взята с нами не из омега, а из границы. Это следует, что максимум ну от х по омега равен максимуму ну по границе. А в самой этой теореме у меня не строгое неравенство. Дельта у в каждой точке больше либо равно нуля. Давайте в второй части нашего доказательства будем предполагать теперь, что дельта у больше либо равно нуля. Запускается в каких-то точках нулевое значение. Пусть дельта у от х больше либо равно нуля. Давайте построим вспомогательную функцию. Я ее обозначиваю от х. Она строится по у от х следующим образом. Надо взять эту функцию нашу у от х и добавить к ней некоторое положительное число ε, умноженное на модуль х в квадрате. ε любое положительное число. Тогда скажите, пожалуйста, чему равен оператор Лапласа от функции модуль х в квадрате? Дельта от модуль х в квадрате. Я не поняла. Правильный ответ 2n. Следовательно, дельта от В это то же самое, что дельта у плюс ε дельта модуль х в квадрате. То есть дельта у плюс 2 ε на n. Это строго больше нуля для любого ε больше нуля. И мы находимся в рамках пункта А для функции В. Значит, В это такая функция. Класс гладкости, конечно, не портится добавлением модуля х в квадрате. Но от нее оператор Лапласа строго больше нуля в омеге. И, следовательно, максимум по пункту А, максимум В по омега чертой совпадает с максимумом В от х по границе. Но, очевидно, в левой части я могу написать неравенство, что максимум В не меньше, чем максимум У. Правда? Я же добавляю неотрицательное выражение. Это очевидное неравенство. Также и очевидно правое неравенство. Это не превосходит максимуму У по d омега. Плюс некоторое число К на ε. Чему равно К? Максимуму модулю х в квадрате под омега. Это верно для любого ε. Неотрицательно. Для любого ε больше нуля. Простите. Устремляя ε к нулю, мы получаем с вами такую оценку. Максимум У по замыканию омега не превосходит максимуму У по границе. Ну, этого нам достаточно, правда, для того, чтобы утверждать равенство. Потому что обратное неравенство очевидно. Максимум по границе не может быть меньше, чем максимум по замкнутой области омега. Это так называемый слабый принцип максимума. Вторая теорема будет логично ожидать, что это будет сильный принцип максимума. Ну, действительно, так и будет у нас. Итак, следующая теорема 2 – это сильный принцип Макс. Теорема 2. Теорема 2. Не следует, что не может быть непостоянной гармонической функции, которая бы принимала максимальное или минимальное значение внутри. Будут точки быть и там, и там, где она достигает максимальное значение. Вот вторая теорема, это сильный принцип максимума, говорит следующее. Что если у меня есть гармоническая функция, пусть омега ограниченная область и у гармоническая функция в этой области непрерывная вплоть до границы. Предположим, что в точке х0, принадлежащей области омега, у от х0 совпадает с максимальным значением. Я обозначу букв КМ максимальное значение у от х, у омега с чертой. Или утверждение справедливое, соответственно, и для минимума. Так, значит, или у от х0, это минимум. Вот нашлась такая точка, в которой у достигла своего максимального значения внутри области. Тогда утверждается, что у от х константа. Константа во всей области. Ну, соответственно, она равна m. Тогда у от х константа или в скобках напишу от х равно, если речь идет о минимуме. Так, вот вы мне напомните, потому что я уже забыла, после первой теоремы я хотела еще там сделать несколько выводов, но я ушла сразу. Вы мне напомните после этой теоремы, чтобы я вернулась к первой, и мы сделали некоторые следствия из того утверждения, слабого принципа максимума. Это я, боюсь, забуду. Доказательства. Значит, я хочу обратить ваше внимание, особое внимание, вот на это утверждение. На самом деле, вот, чем оно замечательно. Вы увидите из того, как я буду доказывать его, что слова «гармоническая функция», вот это условие, что дельта у равно нулю в омега, можно убрать. Убрать. Ну не совсем убрать ничего больше, так сказать, ничем их заменить, а заменить их на следующие слова. Пусть у удовлетворяет теореме о среднем по шару. Пусть у – непрерывная функция в области омега, удовлетворяющая теореме о среднем по шару. Берете любую точку из области омега, любой шарик с центром этой точки, лежащей в области, да, значение функции в центре шара совпадает со среднем по шару. Тогда, если эта функция принимает максимальное или минимальное значение в какой-то внутренней точке области, она константа. Вот сейчас опять всплыла, вспомнила, да, меня кто-то в прошлый раз задал вопрос, который, ну, не важно, любой вопрос хорош, плохой ответ бывает, да, только. Вот, значит, вопрос о теоремах о среднем. Я не помню, кто это задал, но вот на теореме, я имею в виду теоремы о среднем из курса математического анализа, которой мы пользовались, да, что если функция у нас достаточно гладкая, то всегда существует точка из области, такая, что интеграл от этой функции по области равен значению функции в этой точке, умноженной на объем или на меру, лучше сказать, на меру этого множества, да. Вот на теоремы о среднем для гармонических функций можно сказать, что вот таким образом, что этой точкой для гармонической функции является центр, шар, да, понятно. Там какая-то точка существует, а для гармонической функции не какая-то, а именно центр. Вот. Ну, давайте, вот это важные сейчас слова, которые я сказала по поводу теоремы 2 или строгого принципа Макси. Вот условия гармоничности здесь, просто из доказательства этого вы увидите, я, собственно, буду пользоваться только теоремой о среднем по шару, больше ничем. Можно убрать условия гармоничности на удовлетворение функции у теоремы о среднем по шару. Итак, доказательства. Значит, ну, вот по условию у нас есть точка в области омега, и значение в этой точке, возначена буковка М, и это максимальное значение у от х по омега чертой. И я буду предполагать, естественно, буду доказывать от противного, что функция не константа. То есть есть точка х со звездочкой, значит, доказательства, предположим, от противного доказательства. Это означает, что существует, предполагаем, точка х со звездочкой, давайте, х со звездочкой из области омега. Такая, что значение в ней, ну, понятно, что меньше, чем я. Конечно, максимум, да? Меньше, чем я. Но так как функция у меня непрерывная функция, то существует такая окрестность точки х со звездочкой, да? И такое число дельта больше нуля, значит, существует такой шар с центром в этой точке, радиусом эпсилон, да? И положительное число, дельта, говорил я, дельта больше нуля, такие, что у от х не превосходит м минус дельта в любой точке х, принадлежащей шару, тх со звездочкой эпсилон. Все у меня привезти. Я могу немножечко отступить от константы m. Так, давайте нарисуем картинку. Значит, у меня есть какая-то область омега. Омега. Есть точка х0. И есть еще точка х со звездочкой. Вот давайте в этом месте я сейчас еще сделаю одно предположение. Потом мы от него уйдем. Я буду предполагать, что точка х со звездочкой лежит в шаре с центром в точке х0 и некоторого радиуса r. И этот шар целиком лежит в области омега. В области омега. Вот так. Значит, я ее теперь должна нарисовать где-то вот здесь. И вот этот шарик с центром в точке х0 радиуса r. Это шар, который с замыканием с вами лежит в области омега. И точка х со звездочкой, в которой функция у меньше, чем m, она принадлежит этому шару. Вот она. Не вообще где-то в омега такая точка есть, а вот в этом шаре. Давайте с вами докажем сначала, что в этом шаре функция у тождественно равна m. Понятно, да? То есть не может быть такой точки вот в этом шаре с центром в точке, в которой функция принимает максимальное значение. Не может быть точки, в которой у принимает значение меньше, чем m. Итак, я буду доказывать сейчас, что у от х равно m любой точке, надлежащей шару. Значит, есть такая точка. Мы, опять-таки, наличие этой точки означает, что мы доказываем от противного это утверждение. Предположим, что есть точка, в которой значение меньше. И вот этот шарик радиуса эпсилон с центра в этой точке я буду предполагать лежащим в большом шаре tx0r. То есть вот во всем шаре заштрихованном, это шар tx0r, у меня значение u от х меньше либо равны m минус дельта, где дельта некоторое положительное число. Тогда что мы с вами имеем? Я могу стереть, наверное, формулировку. Она у вас есть? Что у нас с вами есть? У нас есть теорема о среднем. Значение u в центре нашего шара, в точке x0, это m. Это максимальное значение функции u по омега чертой. С другой стороны, по теореме о среднем, это единицы, деленные на объем шара, умножить на интеграл. Теорема о среднем. Давайте интеграл по большому шару я разобью в сумму двух интегралов. Интеграл по маленькому шарику, а в маленьком шарике у меня значение не превосходит m минус дельта. Плюс интеграл по оставшейся части шара. Это равно. Единица на tx0r у меня останется за скобкой. Здесь я напишу интеграл tx со звездочкой ε от x dx плюс интеграл tx0r минус tx со звездочкой ε от x. В этом шаре для первого интеграла, посмотрим, что у нас имеется. Для этого шара у от x не превосходит... В каждой точке этого шара у от x не превосходит t минус дельта. Значит, это не превосходит объем tx0r в минус первый... А здесь я буду писать, так сказать, оценку. m минус дельта. Я должна умножить на объем маленького шара. m минус дельта, умноженный на объем tx со звездочкой ε. Налезаю на картинку. Давайте я это вот поделю. Так, оценка второго интеграла такая же, собственно, простая. Плюс m умноженная на разность объема, правильно? Объем большого шара минус объем маленького. Так, вроде бы так, да? Значит, число m не превосходит вот этого числа, которое здесь в правой части стоит у нас. Так, ну давайте упростим, что-то здесь должно упрощаться. Давайте посмотрим, что. Значит, объем шара tx0r в минус первый и умноженный на m на этот же объем даст мне константу m. Значит, я напишу, что это равно. Так, перейду. Это равно m. Так, теперь, что у меня еще остается, да? Значит, вот это умноженное на это, это m. Теперь это умноженное на m и на tx со звездочкой со знаком плюс. И здесь та же самая будет картина. Вот этот коэффициент умноженный на m и на объем tx0r только с минусом. Они сократятся, да? Понятно? И останется у меня что? И останется у меня минус дельта на отношение объемов tx со звездочкой епсилой деленное на tx0r. Так, правильно, да? Проверьте. Ну, все, да? Значит, вот смотрите, мы с вами получили ну, противоречие получили, да? m не превосходит, m минус положительное число. m не превосходит. Такого не может быть. Значит, противоречие с тем, что мы предположили. Отсюда следует, что не существует такой точки x со звездочкой, лежащей в шаре tx0r, что u от x со звездочкой меньше m. То есть, во всем шаре значения функции u равны константе, равны m. Значит, у от x равно m для любого x из нашего с вами шара tx0r. Теперь предположим, что в какой-то другой точке, не лежащей в нашем шаре, мы доказали, что здесь константа. Функция u равна константе во всем царе, равна значению в центре шара. Теперь здесь какая-то еще появилась точка x со звездочкой, лежащая в области омега, в которой значение меньше. Как доказать, что u от x со звездочкой равно m? Любой точке вообще в области омега. Построить путь, да. Ну, я вообще, вот у меня такая картинка удачная, да, я могу просто это резко соединить. Построить путь, лежащий в нашей области, и покрыть его шарами, да, лежащими в нашей области и удовлетворяющими, собственно, ну, какому принципиальному свойству они должны удовлетворять эти шары? Это первое. Это, скажем так, естественное предположение, да, они должны лежать в омега. А вот принципиальное свойство, чем я пользовалась, скажите мне, при доказательстве того, что функция u равна константе вот в этом шарике, чем я пользовалась? Теорема о среднем, правда, что в центре она принимает максимальное значение. u от x0 равно m. То есть, значит, мы с вами должны строить шары так, чтобы в каждом следующем шаре, да, значение функции в центре было равно m. То есть центр следующего шара должен лежать в предыдущем шаре. Вот принципиальные условия на вот эти шары. Центр следующего шара должен лежать в предыдущем, где мы уже доказали, что u равно n. Но это же потому, конечно, как покрытие, да, это на конечном этапе. Вот мы должны будем так выбирать покрытие, да, чтобы центр следующего лежал в предыдущем. Все. И так далее. И в конце концов мы дойдем до точки x со звездочкой, принадлежащей какому-то шару. Вот, значит, теперь, вот я все-таки помню, давайте вернемся к слабому принципу максимума. Да, еще все-таки раз повторю, да, я не пользовалась, собственно, словами гармонической функцией. Я пользовалась только теоремой о среднем по шару, да. Если функция u удовлетворяет теореме о среднем, и по шару является непрерывной функцией в области омега вплоть до границы, то наличие внутри области точки, где она достигает максимальное или минимальное значение, означает, что это функция константа. Все. Так, теперь вернемся к слабому принципу максимума и сделаем несколько следствий из него. А то я говорила только ведь о максимуме, да, и ничего там о минимуме не сказала. Ну, значит, первое следствие – это такое, из слабого принципа, макс-териема-1. Значит, следствие. Первое. Пусть омега – ограниченная область в РН, у С2 в этой области с С омегой чертой, и дельта у в каждой точке нашей области омега меньше, либо равно нуля. Меньше, либо равно нуля. Тогда минимум у от х омега чертой равен минимуму от у от х по границе. Значит, доказывать, естественно, я не буду долго. Указания к доказательству. Доказательства я, так сказать, видел как указание. Чтобы воспользоваться самой теоремой 1, мне достаточно от функции у перейти к функции в, равной минус у. Значит, нужно ли еще что-то пояснять здесь? Для функции в мы находимся в рамках теоремы 1, а дальше только со знаками игр. Так, ну и второе следствие я уж здесь сделаю. Следствие 2. Опять, пусть омега ограниченная область в РН, У, С2, мега пересеченная с С омега чертой, и эта функция гармоническая. Гармоническая в омега. И вот и с гармонической. Тогда, ну тогда мы сейчас все объединим, все доказанные утверждения. Тогда максимум у от х по омега чертой равен максимуму у от х по д омега, минимум у от х по омега чертой равен минимуму у от х по границе, и максимум модуля у от х по омега чертой равен максимуму у от х по границе. Вот все утверждения, касающиеся гармонической функции. Так, это такие простейшие, простейшие утверждения, называемые принципом максимума. Гармоническая функция. Следующая теорема носит название Леммы-Вейли и является частным случаем более общего утверждения, ну, которое я по разным там причинам не доказываю. Просто, ну, одна из причин, что я не рассказываю вообще про обобщенные функции в своем теоретическом курсе, да, поэтому не рассказываю. Но есть общее утверждение, что если мы с вами расширим класс решений уравнения Лапласа до класса обобщенных функций, то есть для тех, кто знает, до пространства Д штрих, да, мы тем самым не расширим фактически класс гармонических функций. То есть любое обобщенное решение уравнения Лапласа в Д штрих, да, это обычная гармоническая функция, аналитическая гармоническая функция. Вот это общее утверждение. Я же буду сейчас доказывать утверждение, которое является частным случаем этого и говорит, так сказать, о регулярных гармонических функциях или о регулярных обобщенных гармонических функциях. И оно называется, и оно называется, это утверждение, в литературе Лемой Вейля. Хотя мне Лемой Вейля совсем не хочется, в смысле Лемой не нравится, мне хочется назвать ее теоремой, но в скобках название Лемой Вейля. Ладно? Все-таки оно достаточно важное утверждение, чтобы его Лемой назвать, теоремой. Теорема 3, да? Лема Вейля. Пусть У принадлежит ЛП на омега. Я буду, как всегда, предполагать, что омега, вот в большинстве случаев, у меня омега ограниченная область, варет. ЛП. П любое вещественное число, больше либо равное единице. Пространство Лембек. И для любой фенитной функции на омега интеграл по омега от У от Х дельта Фи от Х от Х он равен нулю. Тогда утверждается, что У гармоническая функция. Тогда У гармоническая функция, в омега. Вот это Лема Вейля. Прежде чем доказывать это утверждение, я хочу замечание сделать. На прошлой лекции мы, по-моему, уже говорили об этом. На всякий случай здесь, конечно, это уместно. Замечание. Если У гармоническая, то это выполненное равенство. Это мы с вами проверяли. Я напоминаю просто. Если У гармоническая функция в омега, то интеграл от У дельта Фи для любой фенитной функции равен нулю. Просто следствие второй формулы Грина. Это следствие второй формулы Грина. Я, прежде чем доказывать, опять-таки, я все время оттягиваю момент начала доказательств этого утверждения. Я хочу предположить, чтобы вы доказали. Я хочу рассказать об одном интересном наблюдении, которое следует из этой леммы Вейли. На самом деле, много там всяких выводов из этой теоремы можно сделать. Но вот одно из самых таких мне нравящихся заключений, оно стоит вот в чем. Давайте рассмотрим задачу Каши для уравнения Лапласа. Вы знаете, что оператор Лапласа это лептический оператор, характеристик у него нет. Задача Каши, согласно теореме Каши-Ковалевской, вообще говоря, разрешила при хороших данных задачи. Итак, немножко, чтобы отдохнуть. Задача Каши для гармонической функции. Для уравнения Лапласа. Я буду рассматривать такую задачу. Найти гармоническую функцию, такую, что у при хн равном нулю совпадает с функцией Пси от х1, хн-1, а производная по хн от у при хн равном нулю равна нулю. Задача Каши. Значит, утверждается. Что утверждается относительно этой задачи? Очень такое занятное утверждение есть. А именно, эта задача разрешима тогда и только тогда, когда функция Пси... Давайте точнее, точнее. Поскольку у нас локальная была теорема Каши-Ковалевской, я напоминаю вам, поэтому я сейчас аккуратно скажу. Аккуратнее. Значит, возьмем какую-нибудь точку х0, лежащую на плоскости хн равной нулю. То есть точку х0 с координатами х0,1, х0,n, х0,n-1 и 0. Она лежит на плоскости х0. Вот. Задача Каши разрешима в окрестности точки х0 тогда и только тогда, когда Пси аналитическая функция. Значит, так. Задача Каши разрешима в некоторой окрестности точке х0 тогда и только тогда, когда Пси аналитическая функция... В одну сторону это очевидно, это теорема Ковалевской. Если я беру некоторые окрестности, точки х0, если Пси аналитическая функция, то существует такая аналитическая функция в окрестности точки х0,1 и х0,n-1, то существует такая окрестность точки X0, в которой эта задача имеет единственное аналитическое решение. Это следствие теоремы Каши-Ковалевской. Xn равный 0 не является характеристикой, так как у этого оператора нет вообще характеристики. Нехарактеристическая задача Каши имеет решение. Давайте докажем обратное утверждение. А именно, давайте докажем, что если Пси не аналитическая функция, то эта задача не имеет решения. Какая бы она гладкая ни была, С бесконечность, но если она не аналитическая, то задача Каши не имеет решения. Значит, я опять-таки вот здесь, мне кажется, что это такой занятный факт, приятный. Я здесь пользоваться буду, опережая события, двумя пока не доказанными утверждениями. Первое – это Лем и Вейля. Второе – что любая гармоническая функция является аналитической. Это я обещала, что мы докажем, что любая гармоническая функция является аналитической в области. Ну вот, как, используя эти два утверждения, доказать, что если Пси не является аналитической, то задача эта не имеет решения. Ну, например, Пси какая-нибудь там финитная, да, С0 бесконечность. Замечательная функция, а решений нет. Предположим, противная. Пусть Пси не аналитическая, да, а задача имеет решение в некоторой окрестности. Значит, вот у меня есть точка Х0, лежащая на плоскости, Хn равная нулём. Есть некоторая область, я её обозначу омега плюс. Это часть окрестности этой точки Х0, лежащей в полупространстве Хn больше нуля. Так что граница, принадлежащая... Эта область омега плюс имеет границу, которая лежит на плоскости Хn, равная нулю, и содержит точку Х0. Эту границу я обозначу гаммы нуля. Значит, что у нас с вами есть? У меня есть омега плюс, есть гармоническая функция в омега плюс, которая удовлетворяет вот этим условиям на гамму нуль. Давайте построим область омега минус. Я просто отражу эту область омега плюс относительно плоскости Хn, равной нулю. То есть под областью омега минус я буду понимать множество точек Х, таких, что точка с координатой Х1, Хn минус 1 минус Хn, лежит в омега плюс. То есть отражаю симметрично. И построю функцию по функции У от Х, заданной в омега плюс. Я построю функцию, которую не хочу еще как-то обозначать. То есть продолжу ее на эту область омега минус. Четным образом, если Х принадлежит омега минус, то У от Х, это есть У от Х1 и так далее, Хn минус 1 минус Хn. Четным образом продолжу Хn. Что мы с вами имеем для продолженной функции в омега минус? Это функция гармоническая. Значит, дельта У равно нулю в омега минус. Итак, продолженная четным образом функция У является гармонической. Пояснять не надо. В омега минус. Кроме того, она является непрерывной функцией. Ее значения и из омега плюс, и из омега минус на кусочки гаммы 0 совпадают с функцией Пси от Х. Кроме того, на класса С1, я же четным образом продолжила, у нее первая производная, собственно, нас должна волновать первая производная по Хn, первая производная по Хn равна нулю. Я четным образом продолжил, при Хn равном нулю. Вот здесь, значит, давайте так. Равно нулю. Поскольку продолжена четным образом функция. Итак, функция класса С1, где класса С1, значит, у класса С1 омега плюс, плюс гамма 0 и плюс омега минус. Вот здесь. Давайте убедимся, что для нее выполнены условия Леммы-Вейли. А именно я проверю, что интеграл от У дельта Фи по омега плюс, плюс омега минус равен нулю. Ну вот надо это проверять или это очевидно? Для любой фенитной функции в омега плюс, плюс гамма 0, плюс омега минус. Очевидно? Это действительно очевидно, если вы, если вы, подельность, вот указание, да, для тех, кому не очевидно. Давайте напишем, ну, давайте я все-таки напишу интеграл по омега плюс. То же самое с интегралом по омега минус. Значит, согласно второй формуле, второй формуле Грина, это фи-фенитная функция, но фенитная не в омега плюс и в омега минус, а вот в этом объединении, да, на этом множестве. А У гармоническое в омега плюс. Поэтому по второй формуле Грина справа у меня будет интеграл только по границе, а именно по границе гамма 0. У на нормальную производную от фи минус фи на нормальную производную у. Ну, что такое нормальная производная? Д х с крышкой. А х с крышкой – это х1, х1 минус 1. Вот из второй формулы Грина следует вот это равенство. Но d по d ню – это минус d по d х н на гамма 0. А d по d х н от У на гамма 0 – это 0. Поэтому вот этот множитель, он равен нулю. Это минус d по d х н. Это 0. Следовательно, в правой части у меня остается минус интеграл по гамма 0 у на d по d х н от фи. А у мне известно на гамма 0 – это пси. d х с крышкой. Вот такое выражение. А если мы теперь рассмотрим аналогичный интеграл только по омега минус, у меня будет все то же самое, только там минусы не будет справа с этой стороны. Будет просто производный по d х н. Нормальная производная, а ню – это внешняя нормаль. Когда вы их сложите, вы получите 0. Понятно, да? И вот эта функция удовлетворяет условию лем и в, или, следовательно, у гармоническое. Ну а следовательно, учитывая, что гармонические функции являются аналитическими функциями, то пси обязана быть аналитической функцией. Поэтому, как вы только увидите задачу Каши для уравнения лапласа с неаналитической функцией, вы сразу кричите, что вы здесь нам мозги пудрите. Задача не имеет решения с неаналитической функцией. Понятно, да? Это маленькое применение лем и в эйле. Так, ну а теперь все-таки давайте доказывать, как я не пытаюсь оттянуть этот миг, он неминуемо наступает. Итак, доказательства лем и в эйле. Давайте доказательства. Возьмем подобласть компактной, принадлежащей области омега, любую. То есть я обозначу омега-1 под область области омега. И расстояние от омега-1 чертой до границы. Это некоторое ронулевое больше нуля. Некоторое число. И построим средние функции. Я рассмотрю средние функции от функции У. Я рассказывала в прошлом семестре, помните, да, у нас был такой раздел средние функции. У меня там было, правда, все для функции из Л2. Я честно вам признаюсь, все проходит для ЛП. Это вам упражнение. Неравенство к ошибу Никовского, в скобках указания, неравенство к ошибу Никовского, где я применяла, надо заменить на неравенство Гюльдера. Все, все, все проходит. Все утверждения. Только Л2 надо заменить на ЛП, где П больше либо равно единице. Давайте построим средние функции. Для нашей функции У. Рассмотрим эти средние функции на Омега-1. При этом я буду предполагать, что... Что я должна предполагать? Чтобы шар... Мне нужно предположить, чтобы шар с центром в точке Х из Омега-1 лежал бы в области Омега. То есть я буду предполагать, что H меньше, чем Ру нулевое. А Х я буду рассматривать принадлежащий Омега-1. Вот рассмотрим средние функции на Омега-1. Вот функции У. Давайте с вами убедимся, что в силу условий Лем и Вэля средние функции являются гармоническими функциями в Омега-1. Обычная, классическая, обычная гармоническая функция. Это гладкие, во-первых, функции, да, в силу свойств ядра. Вот давайте проверим, что дельта У, H равно нулю в любой точке. Ну, действительно, мы обсуждали, когда занимались средними функциями, они бесконечно дифференцируемые функции. Их можно вносить, оператор дифференцирования, в частности, оператор Лапласа, можно вносить под знак интеграла. Вот. Так как я предполагаю, что, я так пишу, что ядро зависит только от расстояния между точками X и Y, то, ну, даже это не важно, это не важно. Оно зависит от X минус Y, поэтому оператор Лапласа по переменам X, это, действительно, сейчас не важно, это то же самое, сумма вторых производств, то же самое, что оператор Лапласа по переменам Y. Значит, это равно интегралу дель X минус Y меньше H. Вот так. Так, ну, а ядро-то у меня афинитная же функция, да, в области омега. Ядро. X фиксированная точка некоторая, да, из области омега-1. А ядро – это афинитная функция в области омега, да? Шар с центром в точке X радиуса H, где H не превосходит ρ нулевое, он у меня лежит целиком в области омега, да? А это носитель ядра. Значит, а согласно условию интеграл от U от X дельта фи, где фи-финитная функция, любая афинитная функция, равен нулю. Значит, это равно нулю. Значит, это равно нулю. Итак, средние функции являются гармоническими функциями в омега-1. Следовательно, для них справедлива теорема о среднем, все, которые мы с вами доказали. Давайте напишем для вот этих средних функций теорему о среднем, вот самую последнюю, которая обобщала там предыдущую теорему. вот на прошлой лекции у нас было три теоремы о среднем, последнюю, да? Итак, согласно последней теореме о среднем, У, H в точке X0, где X0, сейчас такая точка из области омега-1, что шар, и я обозначу через T, X0, R шар с центром в этой точке радиуса R, лежащий целиком в области омега-1, вот тогда, согласно теореме о среднем, значение гармонической функции в этой точке это есть интеграл, обратная величина к следующей, надо взять интеграл по T, X0, R от функции, любой функции φ непрерывной на отрезке от нуля до R, значит, φ у меня здесь от модуля X минус X0 D, X, ну, такой, чтобы этот интеграл не был равен нулю, да, и умножить на интеграл T, X0, R, U, можно стереть название, U, H от X на φ модуль X минус X0 D, X. Я написал просто теорему о среднем для средней функции. X0 это точка из омега-1. Давайте в этом, значит, φ здесь любая функция, непрерывная на отрезке от нуля до некоторого R, вот, большого, такого, что вот шар с границей лежит в области омега с центром точки X0. Давайте в этом равенстве перейдем к пределу. значит, X0 у меня фиксированная точка, теперь я перехожу к пределу при H, стремящемся к нулю. Здесь в левой части у меня стоит некоторая числовая последовательность. Почему этот предел существует? Значит, теперь H устремим к нулю. Итак, вопрос, почему я могу перейти к пределу в этом равенстве в левой и правой части. Значит, предел утверждается, что предел у H от X0 существует при H, стремящемся к нулю, и он, более того, он равен этому выражению. это очень просто, да, это по свойствам средних функций. У H это средние функции от функции у от X, то тогда у нас было утверждение, как я уже говорю, для L2, но верно и для Lp. У H можно рассматривать как функции гладкие, функции, аппроксимирующие функцию у из Lp на любой подобласти, в частности, на омега-1. Стремится к нулю, когда H стремится к нулю. Для любого P больше либо равного единицы. нужно ли это пояснять? Что, собственно, что нужно пояснить? Нужно ли пояснить, что правая часть имеет вот тот предел? надо? Ну, значит, опять-таки, небольшое указание, как это можно доказать. Достаточно рассмотреть. Вот этот коэффициент меня вообще погода не делает, да, при переходе к пределу, при H стремящемся к нулю, он не зависит от H. Значит, важно, что происходит вот с этим интегралом, да, а с этим интегралом все очень просто, на самом деле. Давайте рассмотрим интеграл от UH минус U. Ну, я буду предполагать сейчас, что P больше единиц. Для P, равного единице, вы сами напишите неравенство. По неравенству Гюльдера, да, по неравенству Гюльдера это не превосходит интеграла UH минус U. где Q это сопряженное число P, то есть Q это P минус 1 деленное на P. Интеграл по T X 0 N. Ну, все. Что ж, понятно, да? Как будто бы все, да? Поскольку норма разности UH минус U в LP на омега 1 стремится к нулю, при H, стремящемся к нулю, то правая часть неравенства стремится к нулю, при H, стремящемся к нулю. Здесь стоит норма в LP UH минус U на шаре. Так, вот, значит, итак, предел числовой последовательности существует и равен вот этому числу, который здесь написан. Так, и здесь FI любая функция, ну, непрерывная, так, на отрезке от нуля до R, лишь бы от нее интеграл по шару от FI от модуля x минус x0 был бы отличен от нуля. Любая. Ну, давайте возьмем в качестве FI ядро усреднения с некоторым фиксированным радиусом. Ну, например, я возьму FI от модуля x минус x0 равное WH1 x минус x0. я не поняла, что? сейчас, единица на P, нет, подождите, единица на P плюс единица на Q равно единице, да? да, 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 сейчас, сейчас, сейчас я проверю. Цена P это P минус 1, да, я извиняюсь, наоборот, ну, P минус 1. Спасибо, да. Так, вот, давайте возьмем в качестве FI ядро усреднения некоторого фиксированного радиуса H1. Значит, H1, вот, вот смотрите, для меня сейчас важно что? Чтобы шар с центром в точке X0, радиус некоторого радиуса R фиксированного, да, лежал бы в области омега-1, да? Значит, я вот это R зафиксирую, это произвольное такое R и рассмотрю область омега-R, лежащую в области омега-1, причем расстояние до омега-R от омега-R с чертой до D омега-1 это равно некоторому R, это равно R, собственно, это равно R. И H1, я буду предполагать, меньше, чем R. H1 меньше, чем R. Тогда, если я фи беру ядро, в качестве фи беру ядро усреднения, то, то, что тогда у меня здесь получается, интеграл по Tx0R от ядра усреднения, он равен единице, да, здесь стоит просто средняя функция, U от x умножить на ядро усреднения, здесь стоит U H1 от x0. Понятно? Если я возьму в качестве фи ядро усреднения, фиксированного радио с H1. Так, ну, я с таким же успехом могу взять в качестве фи и W H2. Да, и тогда это равно U H2 в точке Х0. То есть, что это означает? Что наша последовательность констант. Наша последовательность, она не меняется с изменением H. Но, учитывая, что средние сходятся к U, это означает, что средние совпадают просто. Точки Х0 совпадают с функцией U от x. Так как последовательность постоянная. А У H гармонические функции. А У H это гармонические функции. Значит, U от x совпало со своим средним, который является гармонической функцией, значит, U гармоническая функция. Ввиду того, что Омега-1 была произвольная под область, R было любое число, лишь бы шар лежал в области, ввиду этого это верно для любой точки из области Омега, из исходной области Омега. Значит, доказательства я не думаю, это не простое доказательство, как я его воспринимаю. Ну, мне кажется, достаточно красиво со средней. Значит, я вопросы жду, есть? Значит, если нет вопросов, то оставшееся время мы посвятим вот чему. Мы попробуем с вами вспомнить, что такое задача Дерехле для оператора Лапласа и решить эту задачу с использованием Леммы-Вэля в шаре. Итак, речь идет вот о какой задаче. Я возьму для простоты шар опять-таки с центром в начале координат радиуса единицы, хотя все это обобщается на более общий случай. у равно фи. Вот фи от х на сфере, то есть на границе нашего шара, на сфере единичной с центром нуля. Фи произвольная непрерывная функция. Вот попробуем доказать, что эта задача разрешима, имеет решение. то, что и кроме того, это решение единственное. Я напомню, что мы будем понимать под решением. У нас было это понятие в прошлом семестре. Фи произвольная непрерывная функция на сфере. Под классическим решением я буду понимать функцию класса С2 на шаре непрерывную вплоть до границы нашего шара. Но прежде чем доказывать вот это общее утверждение с любой непрерывной функцией на сфере, давайте с вами докажем другое утверждение. А именно предположим, что Фи поленом какой-то многочлен заданной на сфере. И докажем, что эта задача имеет решение в классе поленомов. Да, я не помню, я могла пробежать сейчас. Значит, единственность это следствие чего? То, что эта задача имеет единственное решение следствия только что доказанного нами принципа максимума. Да? Это понятно? Два решения. Значит, если решение принимает максимальное или минимальное значение, оно на границе, да, а на границе у меня функция ноль для разности двух решений. Если предположить, что есть два разных решения, классических у этой задачи, то их разность это гармоническая функция в шаре, равная нулю на границе. Согласно принципу максимума, да, минимальные и максимальные значения достигаются на границе, а там ноль. Значит, меньше либо равно нуля и больше либо равно нуля. Значит, ноль. Значит, решения совпадают любой точке внутри шара. Так что вопрос с единственностью закрыт даже для этой общей постановки. Я буду пока считать общей по отношению к тому, о чем сейчас я буду говорить, а именно о разрешимости в классе полиномов. Значит, итак, давайте рассмотрим вот такую задачу. У равно ку, а ку принадлежит множеству полиномов. Вот я его обозначу пи в букву км, это множество полиномов в рн, степень которых не превосходит м. утверждается, что существует единственное, существует единственный полином, удовлетворяющий этой задаче, удовляющийся решением задачи Дерехле, когда ограниченные условия заданы в виде полинома. Вот, чтобы это доказать, я еще от этой задачи, сейчас еще одну напишу, сначала рассмотрю вспомогательную задачу, а именно такую. Дельта у равно p, уже не гармоническая функция, а функция, являющаяся решением такого уравнения в шаре. Что мы можем сказать о решении вот этой задачи Дерехле? Значит, утверждается опять, что это задача, где p полином, утверждается, что существует единственный полином у, удовлетворяющий решению этой задачи. Если мы это докажем, отсюда мы немедленно получим, что эта задача разрешила в классе полиному. полином, ну как мы это получим? Надо просто какой-то полином, надо просто у искать в виде в плюс q, и тогда дельта у равно нулю, а дельта у равно дельта в плюс дельта q. То есть дельта в равно минус дельта q. Любая производная от полинома это опять полином. дельта в равно минус дельта q. Дельта у равно p. Это одно и то же. И в равно нулю на границе между асферой. Вот. Значит, я сейчас свела разговор к разрешимости вот этой задачи в классе полиномов. Сейчас мы докажем это просто используя только принцип максимума. Мне очень нравится это доказательство самой. я получаю какое-то эстетическое удовольствие от этого доказательства. Давайте докажем, что вот эта задача имеет в классе полиномов решение. Ну, а единственности уже не буду говорить, я уже сказала. Итак, давайте рассмотрим линейный оператор, заданный на конечномерном пространстве полиномов, который обозначил p. Я его обозначу через t. оператор этот устроен следующим образом. Линейный оператор, заданный на конечномерном векторном пространстве, и устроен таким образом, t от у. Это если оператор Лапласа от единицы минус модуль х в квадрате умноженной на у. Оператор Лапласа от всего этого в косметике. Очевидно, если у является полиномом, принадлежащим p.m, то дельта от единицы минус модуль х в квадрате умноженной на у также является полиномом из этого же класса, из этого же пространства. Давайте убедимся, что ядро у этого оператора нулевое. Итак, конечномерный оператор, линейный оператор на конечномерном векторном пространстве. Убедимся, что ядро у него нулевое. То есть t u равно нулю, t u равно нулю. Мне нужно убедиться, что u тогда ноль тождественной. Ничего другого нет. t u равно нулю это то же самое, что дельта от единицы минус модуль х в квадрате умноженное на u равно нулю. Давайте рассмотрим это уравнение в единичном шаре. Ограничение. Рассмотрю это уравнение в единичном шаре. t 0 1. тогда если u из ядра то функция единицы минус модуль х квадрат умноженной на u является гармонической функцией в единичном шаре равной нулю на границе шара. Я здесь коэффициент нарисовала. Видите, да? Единицы минус модуль х квадрат вот эта функция v v на s 0 1 равна нулю. Согласно принципу максимума. Что мы можем сделать, какой вывод согласно принципу максимума? итак, еще раз. Мы опять находимся уже, мы уже находились в такой ситуации. У нас гармоническая функция в шаре равна нулю на границе этого шара. Тождественная 0, да? Согласно принципу максимума 0. v тождественная равна нулю. то есть единица минус модуль х в квадрате на у тождественная равно нулю в шаре. Но у полином да, да, значит у тождественная равно нулю в шаре. Полином не может обращаться в 0 на множество положительных в метр. У тождественная равно нулю в шаре. Значит ядро нулевое. Ядро нулевое. Следовательно образ совпадает со всем и следовательно наша задача имеет решение в классе полиномов. И это решение единственное. Да? Это решение единственное. Следовательно вот эта задача имеет единственное полиномиальное решение для полинома Q. Для каждого полинома Q существует единственное решение тоже являющееся полиномом. Да? Следовательно еще одно небольшое обобщение если теперь мы с вами рассмотрим и неоднородное уравнение с правой частью полиномом в шаре и совпадающие с каким-то другим полиномом на границе шара то эта задача тоже имеет полиномиальное решение единственное решение и это решение является полиномом. Так ну вот теперь у меня все готово для того чтобы вернуться к задаче первой задачи когда фи любая непрерывная функция теперь уже я думаю каждый из вас ее решит мы научились решать задачи в классе полиномов что теперь делать с непрерывной функцией приблизить ее полиномами давайте приблизим равномерной метрике на сфере функцию фи полиномами пусть фи непрерывная функция на с 0 1 существует последовательность курс индексом к полиномов каких-то я не буду писать теперь степень каких-то полиномов таких что максимум модуля фи минус q с индексом к на сфере стремится к нулю когда к стремится к бесконечности ну то есть они приближают в равномерной метрике нашу функцию фи построили такую последовательность теперь давайте построим последовательность полиномиальных решений задачи дирехле для каждой функции q с индексом к я построю функцию у с индексом к как решение как гармоническую функцию в шаре с центром нуле радиус единица совпадающая с данным полиномом на границе получу последовательность гармонических функций надо доказать что она сходится в каком-то смысле к чему-то хорошему опять принцип максимума да согласно принципам максимума максимум модуля разности у с индексом к минус у с индексом м на t 0,1 максимум берется t 0,1 совпадает с максимум модуля q к минус q m на s 0,1 да то есть последовательность фундаментальна это стремится к нулю когда км стремится к бесконечности у меня же последовательность сходящаяся в равномерной метрике значит она фундаментальна значит сходит значит фундаментально в равномерной метрике последовательность гармонических функций это сходится к непрерывной функции на шаре на замкнутом шаре да существует непрерывная функция у непрерывная функция на t 0,1 такая что максимум модуля разности у минус у к на t 0,1 стремится к нулю когда к стремится к бесконечности то есть равномерно сходящаяся последовательность на компакте функция у непрерывная вот и для у справедливо условия лемы вэйля вот значит место где мы используем лемы вэйля сейчас смотрите значит поскольку у к это гармонические функции мне ведь осталось только доказать одно что у это гармоническая функция правда вот какая-то непрерывная функция есть вообще она гармоническая а вот она гармоническая потому что для нее верно условие лемы вэйля почему верно условие лемы вэйля потому что верно для допредельных функций у к то это гармонические значит у к на дельта фи дх а т 0 1 это равно нулю а у к сходится равномерно функцию значит я могу перейти под знаком интеграла к пределу к стремляю к бесконечности и получаю что интеграл от у дельта фи равен нулю у непрерывную но тем более из лп непрерывная функция на замкнутом шаре значит у гармоническая значит эта задача имеет решение классическое понятно вот такая вот мне кажется мне само это нравится ну я не знаю может кому-то из вас тоже нравится во всяком случае доказательства разрешимости в классе полиномов но просто бесплатно по-профизически вот на сегодня все я не знаю что это я не знаю Продолжение следует...